Я буду светом на земле Каждый день мне надлежит тебе Каждый день с тобою на земле Каждый день я следую тебе Каждый день, Боже, учусь я слову твоему И молю тебя на небо знать любовь твою Каждый шаг, Боже, львь меня рукой своей Чтоб моя жизнь стала светилом ярким для людей Каждый день принадлежит тебе Каждый день с тобою на земле Каждый день я следую тебе Каждый день принадлежит тебе Каждый день с тобою на земле Каждый день я следую тебе Каждый день принадлежит 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 тебе Это молитва в пустыне Всем сердцем я жажду тебя Это молитва, где голод нуждав Я знаю, Бог спешит меня И эта молитва, как плана Славости, боли и ветер Испытанный в вере пройдусь под огонь Очищен я буду тобой Славлю тебя, славлю тебя И сильно оружие против меня Надеюсь я, право властью Боги, победа и сила моя This is my prayer in the desert When all that's within me builds trial This is my prayer in my hunger and meek My God is the God who provides I will repraise, I will repraise Nowhere but forth against me shall remain I will rejoice, I will declare God is my victory and He is here All of my life, in every season You will ask in God I have a reason to sing I have a reason to sing Каждый мой день, в каждом сезоне Ты мой Господь, ты Бог на троне И я буду тебе поклоняться Славлю тебя, славлю тебя И сильно оружие против меня Радуюсь я, право властью Боге победа и сила моя И в молитве, как в жатве Благословенье течет Семя, что сеял я вновь посажу С верой оно прорастет Субтитры создавал DimaTorzok Ныне, где я был увидел Тое Слово Божье живет Ныне пришли времена Моисея Когда Божье свято встает Хотя это не испытание Голода, врага и путь Мы голос тех, кто в пустыне взыбает Готовь тебя, Господа, путь Вот он грядет Грядет на облаках В сиянии своем И при звуке труб Возвыть голос свой Юбилейный год Скориси он Спасенье и тет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Моя жизнь для Тебя, Иисус, Моя жизнь для Тебя, Моя жизнь для Тебя, Моя жизнь для Тебя, Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аллилуйя Боже Мы славим Тебя и превозносим Мы благословляем Тебя, Господь Благословляем Твое имя И преклоняемся перед Тобой, мой Бог Боже, Тебе слава, Господь На Тебя уповают наши души, Отец На Тебя уповают наши души, Боже На Твое слово уповаем мы, Господь И поэтому мы смело говорим, Господь Не убоимся, что сделает нам человек Потому что Ты помощник, Господь Боже, я благодарю Тебя, Боже За то, что всякий надеющийся на Тебя, Боже Не останется в стыде, Господь Боже, Тебе слава Мы благодарим Тебя за то, что Ты слышишь наши молитвы, Боже Боже, мы благодарим за то, что у Тебя на все свое время Боже, за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы, Господь Боже, за то, что Твое ухо, Господь, Боже, слышит, Господь, и рука Твоя, Боже, Господь, не стала слабой, чтобы спасать. Спасибо Тебе, Отец, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, Аллилуйя, давайте прославим Его, давайте Его прославим, Аллилуйя, Боже, слава Тебе, Господь, славим Тебя, Боже, спасибо Тебе, дорогой Отец, Слава Тебе, слава Тебе, благословляет Тебя Твоя Церковь И превозносит Твое имя Божие За всю милость Твою и благодать и любовь для каждого из нас За спасение Твое Божие Господь, за то, что Ты не только надежда здесь, Божий, но и на небесах, Господь Когда мы предстанем перед престолом милости и благодати Отец, мы знаем, что мы имеем ходатая нового завета Сына Твоего Иисуса Христа Который искупил нас, который нас оправдает, Господь Благодарим Тебя, Божий На Тебя мы надеемся И на жертву Твою великую Тебе слава и хвала Халилюя Халилюя, Господь Халилюя Дорогие братья и сестры, давайте помолимся за нужды Боже, слава Тебе, Отец Мы, Господь, продолжаем молиться, Господь Мы, Боже, приносим Тебе все эти нужды, Господь Мы знаем, Господь, что Ты видишь в сердце каждого и знаешь, Господь И Ты также, Боже, Господь сказал, что в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом Боже, и мы, Господь, благодарим Тебя Мы знаем, что Ты знаешь наши нужды, Боже, Господь И не имеешь нужды, чтобы кто-то Тебе рассказал, Господь Но Ты сказал в молитве, в прошении с благодарением Отец, прежде всего мы благодарим Тебя за все уже, Господь Отец, мы благодарим за все обстоятельства, через которые Ты нас проводишь, Господь Боже, мы благодарим Тебя за то время, Господь, которое Ты положил ждать для каждого из нас На наши, Господь, Боже, на наши ответы, Господь, наши просьбы, Господь Мы благодарим Тебя за то, что Ты закаляешь нас таким образом Отец, и мы все равно продолжаем доверять Тебе, Господь Боже, как бы это время не затянулось, как нам кажется, Господь Мы благодарим Тебя, что Ты долго терпишь, Господи И не желаешь, чтобы никто не погиб Но чтобы, Господь, все познали Сына Твоего, Иисуса Христа И имели жизнь вечную через Него и через жертву Сына Твоего, Боже Отец, мы Тебя, Господь, благодарим, мы просим за спасение Боже, мы просим за спасение Сюзаны, Отец Господь, мы, Боже, просим Боже, за Боже, кто-то за мамочку Елены прошел открыть, Господь, истинный свободник Просим за маму Ленену, Господь Отец, мы также, Господь, просим Тебя за всех, Господь Боже, за всех людей, кто указаны в этой записке, Отец, Господь Мы благодарим Тебя, мы к этим именам мы также присоединяем Вы можете произносить эти имена вслух И мы присоединяем, Боже, те, Господь, тех людей, Господь Которые нам небезразличны, Боже, которых Ты показал нам, Господь Которых Ты положил на сердце, чтобы мы молились за них, Господь Боже, также наших родных и близких Отец, мы приносим Тебе, наши семьи, наших деток, Господь Мы, Господь, просим Твоего спасения, Боже Мы стоим на слове Твоем, Отец Отец, Ты сказал, что спасусь я и весь мой дом, и я и мой дом Мы будем служить Господу, Отец И мы просто во имя Иисуса, Боже Мы провозглашаем Твое слово, которое Ты послал на землю, Господь И которое не возвращается к Тебе тщетным, Боже Но исполняет волю Твою, Боже Мы просим о спасении наших близких, Господь Наших родных, Господь Боже, наши семьи, Господь Чтобы каждый познал Тебя Чтобы Ты, Господь, открылся для каждого Чтобы Твое спасение, Боже, распространилось Чтобы Твое Евангелие распространялось Чтобы как это, как благоухание для Тебя, Господь Спасибо Тебе, Боже Мы просим за каждого Просим же также во имя Сына Твоего, Иисуса Христа По слову Твоему, Отец, и благодарим Господь, зная, что Господь, Боже, Ты ответишь, Господь, и что Твое желание спасать, Господь, и мы присоединяемся к этому желанию и просим, Господь, чтобы наши родные, наши близкие, Господь, все, кто указаны в этих записках, также познали Тебя, Господь, чтобы Ты по-настоящему пришел, Боже, чтобы Ты открылся, Господь, чтобы все, что было непонятно, сразу стало понятно, Боже, Чтоб Твой Дух Святой наполнил, Боже, и просто даровал, Господь, Боже, покаяние, Господь, и спасение через веру в Сына Твоего Иисуса Мессию, спасибо Тебе, Отец, Аллилуйя, Боже, мы также просим Тебя за, Боже, за Леру, Господь, у которой закончились или заканчиваются, или закончились документы, и мы, Боже, просим, Господь, Боже, Твоего устройства, Господь, Отец, мы знаем, и мы слышали свидетельство, Отец, что, Боже, дети Твои, Господь, те, кто уверовал в Тебя, Господь, что для Тебя это вообще не проблема, Боже, что это не вопрос, Господь, мы просим, благослови Лерочку, Господь, во имя Иисуса Христа, позаботься, Отец, Боже, просто, Господь, дай этот статус, Господь, и помоги узакониться, Господь, во имя Иисуса Христа, Отец, мы уже благословляем тех людей, которые будут рассматривать это дело, Господь, мы благословляем того человека, в чьи руки оно попадет, Отец, мы просим, чтобы сердце этого человека и начальство были расположены к Лере во имя Иисуса Христа, и мы просим, чтобы Твой ответ, Боже, пришел, как мы впрочем, и верим, что он придет, Господь, потому что нет для Тебя ничего невозможного, Господь, спасибо Тебе, дорогой, Отец, мы просим, во имя Иисуса, позаботься, Отец, позаботься о Лере, во имя Иисуса, Отец, слава Тебе, Отец, и мы также, Господь, продолжаем Тебя молить, Господь, за, Боже, Ты сказал, что прежде всего надо молиться за начальство, за власть, Боже, данного места, данной страны, Отец, мы благословляем Америку, Отец, Боже, мы благословляем правительство, мы благословляем президента, Господь, мы благословляем его семью, Отец, Боже, мы все-таки верим, Господь, что Ты придешь, Господь, что Ты можешь все изменить, Отец, я прошу во имя Иисуса Христа, чтобы Ты даровал им покаяние, Господь, чтобы они вернулись, Господь, Боже, к тем основам, основам, Боже, библейским, Господь, чтобы, Господь, всякие нечестивые законы были разрушены, были постыжены, Господь, и чтобы, Господь, законы, которые, Боже, соответствуют Твоему Слову Святому, Господь, чтобы они узаканивались, Господь, чтобы всякое, Господь, Боже, Твое Слово, Господь, которое было сказано в Библии, Господь, которое Ты даровал нам, Господь, чтобы оно становилось основой, Боже, закона положения в этой стране. Отец Благослови, пусть придет Твое покаяние, Боже, к президенту, к министрам Господь Ко всем Господь, ко всему правительству во имя Иисуса Христа Отец, и мы как церковь Сына Твоего Иисуса благословляем Господь И просим Господь, чтобы Ты, Господь, просто помиловал Господь И чтобы Ты, Господь, даровал им покаяние и спасение Чтобы отвернулись, Боже, от злых дел, Господь И обратились к Тебе, Отец, к Богу живому и истинному И к Твоему Сыну Иисусу Христу Отец, и мы также просим Тебя Также за наших пастырей Боже, мы призываем драгоценную кровь Сына Твоего Иисуса Христа На пастора Юру, на пастора Славу На пастора Исаию Отец, всех людей, которых Ты поставил В этом месте, Господь Боже, над нами, спасибо Тебе, Отец Дорогой За них, Господь Спасибо за их сердца открытые Спасибо за их мудрость За их служение для каждого из нас За слово, которое Ты говоришь через них Отец, благослови Мы просим Тебя, поддержи, как церковь, Господь Просто положи нам на сердце Молиться за них Боже, не только здесь, но и лично, Господь Во имя Иисуса мы просим, чтобы Ты поддержал, Господь Чтобы, Господь, всякое противление против них Было сломлено, Отец Чтобы Ты просто, Господь, сверхъестественно Оберегал и защищал Во имя Иисуса Христа Чтобы Твоя охрана и защита, Боже Не отходила от их семьи От их жён, Господь От их деток, Господь Боже, мы, Господь, призываем драгоценную кровь Иисуса, Господь На их дух, души, тела И на все их, Боже, сферы их жизни Мы просим, Господь, Твоей защиты Твоей охраны, Боже Господь, спасибо Тебе и Твоего провидения Для каждого из них Пусть каждая нужда, Боже, будет, Господь, просто, Боже, решена Тобою Во имя Иисуса Христа Отец, и мы также, Господь, благословляем Израиль Мы благословляем Иерусалим Мы благословляем, Боже, народ, Господь Мы благословляем, народ избранный Боже, мы благословляем Твоих сыновей, Боже Мы благословляем, Боже, народ, который Ты избрал Отец, мы просим, чтобы Ты благословил, Отец Боже, мы просим, Господь, чтобы Ты открылся для них Через Сына Твоего Иисуса Боже, мы просим Тебя, чтобы, Господь, как Ты открылся Павлу сверхъестественно Чтобы Ты открывался для них Чтобы они увидели истинного Мессию Чтобы, Господь, увидели истинного Спасителя, Господь Боже, чтобы они познали истину, Господь Чтобы они обратились к Тебе, Боже Мы просим, чтобы Ты излил от Духа Твоего, Господь, чтобы пришло великое пробуждение, Господь, чтобы воскликнул Твой народ, Баруха Ба Бишем Адонай, Баруха Ба Бишем Адонай, благословен грядущий во имя Господня, слава Тебе, Боже, и пусть познают истинного и живого Бога и Его Мессию, Боже, и пусть отвернутся от всякой лжи, от всякой неправды, от всякого лжеучения, Господь. Во имя Иисуса, Отец, мы просим Твоей милости для них, особой милости, Боже, как для народа избранного, как для Твоих избранников, как для Твоих сыновей, Боже. Господь, благодарим Тебя за завет, который Ты заключил, и мы знаем и верим, Боже, что Ты останешься, Боже, Господь, верен своему завету, Боже, и что Ты не человек, чтобы лгать и чтобы обманывать. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сказал, что весь Израиль будет спасен, и мы присоединяемся и благословляем Израиль во имя Иисуса, и Иерусалим во имя Иисуса, и землю Израиля во имя Иисуса. И благодарим Тебя, Боже, за Твой народ, Господь. Слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе, благодарение, Боже. Спасибо Тебе, Отец. И мы также благословляем наших деток, наших жен, Боже, всех наших родных, Господь. Мы благодарим Тебя за, Боже, те чудеса, которые Ты совершаешь в этом доме, в этой церкви, Боже, в этой общине. Мы благодарим Тебя за тех, Господь, которые не могли иметь детей, но сейчас имеют и не одного, а двое и трое, Боже. Мы благодарим за то, что Ты слышишь, Господь, за то, что Ты даешь в нужное время, Господь, тогда, когда Ты считаешь нужным. Боже, спасибо Тебе за все чудеса, которые Ты совершил, Боже, в Бетшаломе, в нашем доме и за все, которые Ты еще совершишь. Мы благодарим Тебя, Отец, и благословляем во имя Иисуса Христа, Боже. А Тебе честь, Тебе слава и хвала, Отец. И мы также еще Тебя просим за церковь Ганиму, за тех братьев и сестер, которые сейчас находятся в тяжелой ситуации, Господь, которые подвергаются пыткам, Господь. Которые умирают за имя Твое. Боже, благослови, Отец, поддержи, Господь. Боже, пусть благодать умножится, Господь. Боже, пусть не окрепнут и не ослабеют. Отец, и также позаботься о тех семьях, о тех детях, которые остались без матерей, Боже, и без отцов. В этой жизни, Господь, позаботься об этих детях, Господь, во имя Иисуса. Позаботься о семьях, позаботься о всех, кто проходит тяжелые обстоятельства. Отец, но прежде всего, просто дай, Господь, еще больше укрепиться в Тебе, чтобы продержаться до конца. Ибо написано, что всякий, кто продержится до конца, тот спасется. Боже, благослови и укрепи, Господь. И будь по-настоящему, Боже, для них надеждой, Господь. И наполни их сердца радостью, Боже, во имя Иисуса. Мы их благословляем, и мы благодарим Тебя за таковых людей, Господь. И благодарим Тебя, Господь, за то, что они платят цену, Господь. Чтобы мы могли, Господь, как кто-то когда-то заплатил цену, Боже, в этой стране. Чтобы мы могли свободно читать Библию и славить Тебя, Боже, восклицать Тебе громогласно, Боже, Господь. И иметь, Боже, Твое Слово, Господь, драгоценное. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за каждого, кто пострадал, Боже. Спасибо Тебе, Боже. Мы благодарим Тебя и благословляем, Отец. Боже, Тебе слава и честь и хвала во имя Твоего, Мессии и Иисуса. Амин. Аллилуйя. Дорогие братья и сестры, давайте поклонимся нашими жертвоприношениями, десятинами. То, что принес Отец. Я прошу, благослови руку дающую, Боже. Господь, Боже, кому еще это не открыто. Я прошу Тебя, Отец, чтобы Ты просто открыл, Господь. И я, Боже, прошу Тебя, пусть тот человек, Господь, кто не дает по какой-то причине десятину, Боже, или имеет в этом какие-то вопросы. Боже, пусть этот человек просто доверится Тебе и испытает Тебя, и проверит Тебя, Господь, Боже. А мы знаем, Господь, что Ты верен, Господь, тем, кто состоят в завете с Тобой. Боже, благослови руку дающего, каждого брату и сестру. Боже, благослови, Господь, работами. Пусть всякое устройство, Господь. Пусть Твои небеса будут открыты. И, Господь, просто не будет недостатка ни в чем. Боже, и пусть, Господь, Боже, Твои благословения просто изольются, Господь. Во всяком изобилии, Господь. Во имя Иисуса мы благословляем каждого и руку дающего, Господь. И мы, Господь, благодарим Тебя за все, что Ты даешь для нас, Господь. Тебе спасибо, Тебе честь, хвала во имя Твоего Сына Иисуса. Амин. Сердце, глаза мне открой, Бог. Сердце, глаза мне открой. Я хочу видеть, Тебя хочу видеть. Сердце, глаза мне открой, Бог. Сердце, глаза мне открой. Я хочу видеть, Тебя хочу видеть. Тебя увидеть свыше мне, В сияющих лучах Твоей славы. Силу и греет любовь, Воскликнем, святый, святый, святый. Сердце, глаза мне открой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Будь внимателен и уразумей, что я тебе хочу сказать, уразумей, что Господь тебе говорит, потому что, послушайте, церковь, все может происходить в нашей жизни, мы можем находиться сегодня в собрании, мы можем находиться сегодня, читать Слово Божье, мы можем сегодня слушать прекрасные проповеди, но если мы не уразумеваем, что нам говорит об этом Господь, это все тщетно. Послушайте, церковь, уразуметь, давайте просто обратимся и поразмышляем над этим самим словом, слово уразуметь происходит от слова разум, а разум с греческого, оно имеет перевод как сфера, сила, могущее помнить, постигать, познавать, размышлять. И вот Павел, когда обращаясь к Тимофею, говорит об этих словах, он и имеет, что да даст тебе Господь разумение во всем, разумей, что я говорю, углубись, углубись в те слова, которые я говорю, начни размышлять о них, начни о них думать, начни о них молиться, начни о них вопрошать Господу, чтобы Господь тебе открывал, потому что Павел понимал, что через него говорит Дух Святой. И простому человеку, если мы сегодня понимаем, если сегодня люди в миру открывают Библию и не понимают, они открывают, они читают два-три стиха, они закрывают, почему им закрыто, им непонятно. Но сегодня нам, верующим, которые взывают к Богу, которые искренне хотят понимать, что говорит Бог, Бог открывает Слово Божье. И я еще-еще верю, что тем, действительно, кто жаждет познания Господа, тем, кто по-настоящему жаждет общения с Ним, близких и тесных отношений, Бог открывает эти глубины, Бог открывает эти сокровищницы, которые имеет для Церкви Своей. Аминь. И, как я уже сказал, что это слово подразумевает под словом понимание. На самом деле, что же происходит, когда мы, как верующие люди, вы знаете, наш Господь Иисус обращал на это большое внимание. И он однажды обратился к своим ученикам и сказал, если вы не понимаете, не разумеете этой притчи, то как другие сможете понять, что он имел в виду? Вы помните, когда он сказал, вышел сеятель сеять? И когда бросалось зерно, семя, это очень важная сфера жизни, это духовная, это глубина. И говорит, когда человек не размышляет и не мыслит об этом, прилетают птицы и воруют это все. Помните этот момент? Человек, и потом, когда он объясняет, говорит, сатана приходит и ворует у человека то, что Господь тебе сегодня дает. Запомните, враг, он, как, кто это говорил, пастор Слава тогда сказал, говорит, сатана на вакейшн не езди. И так, говорит, вот бы поехал на вакейшн, так нет же, говорит. Он, как рыкающий лев, он ходит вокруг, ища кого поглотить. И на самом деле, вот наш Господь Иисус обращает, обращает и говорит, послушайте, ученики, я вам, вам дано знать тайны царствия, им сокрыто в притчах, вам дано знать тайны царствия, я вам раскрываю глубину, я вам открываю, я говорю вам своими словами, перенося в духовной сфере, перенося вам материальную жизнь, чтобы вы понимали. Я вам открываю то, что другим людям это непонятно, но я вам открываю, чтобы вы смогли другим открыть. И разумение и понимание Господь Иисус ставит на очень важный уровень, потому что, не разумея Бога и не понимая, и не познавая Его, человек просто, как христианин, ему невозможно расти, ему невозможно двигаться в Боге. Ты будешь просто прихожанином, ты будешь просто человеком, который будешь приходить и уходить. Настоящая христианская жизнь, она начинается там, за дверями этого здания. Потому что здесь мы все верующие, братья, сестры, любящие друг друга, легко понимающие. Но когда мы оказываемся там, по той стороне рампы, там совсем другая жизнь, мы же все прекрасно понимаем, о чем мы говорим. Когда вокруг нас находятся люди, которые матерятся, трехэтажным матом курят, на работах, неважно где. В тот момент, как устоять? Правда ведь? Соблазны же приходят. И Иисус Господь сказал, должно с соблазном приходить. Или только мне приходят? Всем приходят соблазны? И эта сфера, эта сфера жизни, пока мы, находясь здесь, в этом теле, будем испытаемы. Будут приходить искушения, будут приходить испытания. Но опять же, насколько ты сегодня знаешь Бога, насколько ты сегодня открыт для Него, насколько ты хочешь познавать Его. Потому что, когда человек прилагает усилия, когда человек прилагает желание к поиску Бога искреннему, внутреннему, глубокому, такому человеку уже не страшно, что происходит снаружи, по большому счету. Развал экономики, развал государства, войны или что-то такое. Этот человек уповает, он знает, что он под покровом крыл Всевышнего Бога. Что даже, может быть, такая ситуация придет, что человеку нужно будет отдать жизнь. И я не сомневаюсь, что, быть может, и наступит такое время, и дай Бог нам всему стоять в этом. Что когда нам действительно нужно будет отдавать жизнь за имя Господа. Потому что сам Иисус Господь сказал, что будут времена, что всякий верующий в Меня будет гоним, что те, кто по-настоящему идут за Богом, они будут проходить испытания и трудности. Иисус сказал, Меня возненавидел мир и вас возненавидит. Меня гнали и вас будут гнать. Вы помните это места? Или только сегодня приятно слушать, когда проповедуется, какой ты будешь успешный, как ты будешь хорошо зарабатывать, какой ты будешь здоровый, какой ты будешь перспективный. Обратите внимание, когда сегодня, как часто мы сегодня слышим проповеди о том, о грехе, о том, что грех сегодня в церкви есть, проникает и сегодня хочет поразить извне, смешать, сделать эту примесь, которая, как, знаете, такая, пытается под образом благочестия написано, имеет вид благочестия от силы его отрекшейся. Боже, не дай Бог таким быть, во имя Иисуса Христа, мне в первую очередь. Потому что, я еще раз говорю, придет время, когда каждый, дело каждого, Библия говорит, будет испытано. Апостол Петр пишет, что, смотри, кто как строит, кто как на чем строит, дело каждого будет испытано. Это говорит Господь, церковь. И, вы знаете, Божье желание о человеке, чтобы человек разумел его, оно длится от самого начала Библии, в принципе. Когда Бог создал человека и насадил его в Эдемском саду, какая цель вообще я хочу задать у вас, как у церкви, вопрос. Какая цель сегодня у христианина? Какая цель сегодня у христианина, Люда? Аминь, аминь. Познавать Господа, чтобы стать таким, как Он есть. Это цель. Цель твоя сегодня не здесь. Рожать детей, сажать деревья, строить дома, это не твоя цель. Цель Бога была тебя здесь, на этой земле создать, чтобы ты познавал Его, чтобы ты стремился к Нему, чтобы ты имел с Ним отношение, чтобы ты становился на Него похожим. Ты был создан по образу и подобию Его. Лукавый враг обольстил, обманул тебя, уничтожил, растоптал тебя. Бог тебя сегодня хочет вернуть через Сына Своего в образ и подобие Его. Это есть воля Божья. И как я уже сказал, от самого начала, когда враг искушал человека, обольстил человека, Бог горит желанием вернуть человека в это состояние, в состояние дружеских отношений. Ему нужен друг, ему нужен тем, с кем он хочет общаться. Вы знаете, мы также знаем, что и израильский народ не оправдал надежды. Мы знаем, что одного человека Бог называет в Библии другом, это Авраама. Это действительно человек, который доказал всей своей жизнью, всем своим сердцем эти верные отношения с Богом, где он не отрекся от Него, где он не предал Бога, где он по-настоящему слушался Его и исполнял то, что Бог от Него желал. Бог увидел верность Авраама и благословил его, мы знаем, что он стал праотцом всех верующих на земле. Не только евреев, но и неевреев, верующих сегодня в Мессию Ещуа. И это очень важная истина сегодня – разуметь, разуметь, познавать и приближаться к Богу. И я хочу обратить наше внимание на то, как сначала израильский народ, не поступая и отвергая разумение и понимание Бога, куда его вело это, куда его все приводило. И я хочу, чтобы все вместе открыли я хотел сказать Евангелие от Исаия. Кто-то же говорит, это Пятое Евангелие, да, называют его? Чтобы я сильно так не ошибся. Пророка Исаию, пожалуйста, откройте первую главу с первого стиха. Это самое начало его книги, когда он обращается к народу. С первого стиха я читаю, первое Исаие. «Видение Исаия, сына Амосова, который он видел в Иудее и Иерусалиме, во дни Озии и Афама, Ахаза, языки и царей иудейских. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел, ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Послушайте, Бог проводит здесь такую черту. Он приводит животных, которые, в принципе, по природе самые несмысленные, самые бестолковые. Мы знаем осел, да? Он обычно такой противится, его нужно подталкивать сзади, тянуть спереди, да? Как в этих фильмах «Кавказская пленница», как они там крутили его шурик. Действительно, такое животное, которому нужно прилагать особые усилия, чтобы он тебя понял. Ну и Бог приводит этих животных в пример. Он говорит, они понимают, они разумеют своих господ, тех, которые их кормят, тех, которые за них заботятся, тех, которые о них попечительство ведут. Вы, народ мой, люди, которых я возвысил, сыны, которых я обдал своей славой, люди, которые стали на высоте других, выше других гор, выше других наций, на которых должны были смотреть и говорить, что мы таких хотим. Вы не слушаетесь меня, вы не разумеете меня. Что это значит? Они не ищут путей Божьих, они не ищут то, что в сердце у Бога. Они не переживают то, что ценно для Бога. И это самое начало книги, это самый первый призыв, который делает Исаия к израильскому народу. И тут же, в пятой главе, в принципе, тут идет ответ на этот призыв, продолжение. Пятая глава. Давайте вместе все откроем, пожалуйста. Пятая глава. Это та же самая книга. С первого стиха я читаю. Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградую и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы. И построил башню посреди его и выкопал в нем точила и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? И так я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него награду, и он будет опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчицами, и повелю облакам не проливать на него дождя. В винограднике Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды любимое насаждение его. И ждал он правосудие, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так, что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. «В уши мои», сказал Господь Саваоф, «многочисленные домы, эти будут пустые, большие и красивые без жителей. Десять участков виноградники дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют». Послушай, церковь, о чем здесь говорит Господь? Все то, что Бог дал, Он сегодня объясняет Израиль, говорит, приводит пример, что израильский народ это как виноградник. Он был на земле неплодородный, мы знаем, что Он взял из Египта и был перенесен, нам объясняет Ветхий Завет, и Бог расчистил для него землю, убрал все народы ненужные и насадил Израиля. Он приготовил все, все сделал для того, чтобы этот народ жил с Богом, являл Его славу, поступал по делам Божьим, поступал, ходил путями Его, чтобы жить в благословении. Но этот народ так не поступал. И Он говорит, что Я сделаю? Он говорит, Я сокрушу ограды, Я сокрушу, Я сломаю, Я сделаю, что все народы будут ходить и попирать, и обрезания не будет. А помните, откуда это обрезание, а кто об этом говорил? Наш Господь Иисус, в 15 главе Евангелия от Иоанна, когда Он говорил, что Я ес им лоза, а вы в ветви, помните? И если Отец обрезает, чтобы больше принесли плода, кто сегодня хочет приносить плод в Царствие Небесное? Поднимите руку. Для этого должно происходить обрезание от Бога, чтобы больше человек приносил плода. Но Бог говорит, если вы не поступаете, если вы не ищете Меня, если вы не размышляете обо Мне, если вы не познаете Меня, то Я не буду этого делать, то человек, мы можем оставаться бесплодными и никуда не двигаться. Все пустое, все не имеет смысла, все разворовано, что потом, в принципе, и произошло с Израилем. Он был попираем, попираем язычниками. Приходили одни народы, издевались, приходили другие народы, издевались. В Израиле, Израиль потерял духовную силу. Послушайте, при царе Давиде это было сильное государство. Когда правил Давид, не было войн, все было, устроялось так, что, я имею в виду, не захватывали Израиль. Он не был ни у кого в повиновении. Он мог исполнять служение и обеты Господу. Это был царь от Бога. Царь, который почитал Бога. Царь, который внутри, я верю искренне, в своем сердце, считал, что он не царь, а Господь Иисус есть царь этого народа. Потому что, в принципе, так Господь и задумал. Он был, у него всегда было желание быть по-настоящему царем для израильского народа. А когда народ сказал, мы хотим царя, мы хотим царя, мы хотим царя, он говорит, хотите царя? Хорошо, был избран Саул. Это выбор, сделанный был человеками. И, как всегда, это был сделан ошибочный выбор. И Бог показал, если вы хотите царя человека, то вот конец. Конец и государству, конец и всему. Но если пришел человек, боящийся Господа, почитающий Господа, ищущий Бога, разумеющий Бога, боящийся Бога, то государство было в процветании. Библия нас этому учит. И что же, о чем же здесь говорит, повествует нам Исайя? Что народ не разумеет, народ не ищет этих отношений. Относится сегодня это к церкви, или это только тогда? Пророк говорит, я верю, что это сегодня актуально. Потому что, послушайте, братья и сестры, есть такая тенденция у нас, у людей. Знаешь, человек ко всему привыкает, со всем смиряется. Очень быстро все происходит как обыденность, рутина. Все складывается так. В четверг служение в 7.30, в 9.30 молитва. Все, поехали туда, это сделали, туда побежали, сюда побежали. Все по графику, все по плану. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. И это становится, а Господа уже, может быть, и нету в этих отношениях. Может быть, мы не сопереживаем, может быть, мы его так и не ищем, может быть, мы и не размышляем так о нем, чтобы, а ему ли угодно вот в данный момент, чтобы поступить, как мы хотим поступить. И мы уже как по накатанной идем, быть может, уже давно не слыша голоса Божьего, поступая по своей человеческой воле. отступаем от Него, а потом удивляемся, когда происходят какие-то бедствия или какие-то вещи непонятные. Почему Бог? Откуда? Почему допустил? Потому что, быть может, мы сами уже удалились от Бога и уже были в другом направлении. И Бог, может быть, остановил. Бог смирил, Бог призвал, потому что дорога душа Твоя, брат, сестра, потому что Бог отдал свою жизнь, Бог отдал самое драгоценное. и Он сегодня, по сегодняшний день продолжает бороться за Твою душу. Потому что я верю, что идет война, духовная война сегодня еще есть. Бог дал нам победу и да, аминь, но лукавый пытается всячески человека обольстить и обмануть, чтобы человек не понял, кто есть он сегодня в Боге. А это не просто так сделать. Понять, кто ты сегодня в Боге. Это могут остаться либо просто слова, либо если это придет на уровне откровения, это сокрушение для ада, это сокрушение для сатаны. Если сегодня человек осознает, кто он в Боге, свое призвание, понимание, свое направление исполняет, волю Божью на этой земле враг трясется, враг тогда в поражении. Когда мы не знаем, что мы делаем, когда мы не понимаем, для чего мы это все делаем, когда мы не знаем, куда нам идти, мы в заблуждении, это то же самое тьма. Почему? Потому что, как я уже сказал в начале, мы можем читать Слово Божие, мы можем молиться, мы можем говорить какие-то вещи, но не имея Бога по-настоящему в сердце, не размышляя о нем, а делать это так, как по привычке. Помните, когда Иисус сказал фарисеям, говорит, уста ваши чтят меня, но сердце ваше далеко от меня. Может быть такое? Конечно, может. Относится это к нам сегодня? Конечно, относится. А ко мне в первую очередь. И я так не хочу жить, я хочу жить в победе церковь, я хочу, я хочу понимать, я хочу познавать моего Бога, я хочу двигаться за Ним, я хочу исполнять Его волю на этой земле, потому что знай, что Он тебя спас, не просто так. Единственное, для чего Он тебя спас, для того, чтобы ты Ему служил, чтобы ты Его прославлял, чтобы ты Его познавал, чтобы ты с Ним жил. Он спас тебя для этого, не просто, чтобы ты спасся и приходил в собрание на два часа в неделю и уходил. Церковь, легко ли служить там людям, говорить что-то и просто кому-то служить? Конечно, нелегко, тяжело и находить время и обстоятельства и все, очень тяжело служить. И благословенные те, кто служит, кто по-настоящему отдает и находит время, это великая награда от Бога люди, которые полностью себя посвящают на служение Господу. Но хотя бы где бы мы были, хотя бы там святить перед теми людьми, которые не знают Бога, чтобы, может быть, один день тебя не замечают, второй день не замечают, третий, четвертый, но через месяц тебе подойдут и скажут, ты не такой, как все. Или как у меня один говорит, доктор, там, с одним я работал сначала, ну, мы не знали друг друга, он пришел, только на работу, я там, ему кто-то сказал, он мне, о, Иисус Христос, он мне говорит, вот так, прикол, знаешь, я говорю, я бы хотел быть таким, конечно, знаешь, ну, не в этом дело, на самом деле, что наше познание Бога и разумение Его будет потом отражать всю нашу жизнь на других людях, люди будут видеть Бога в нас, потом даже не надо будет тебе много говорить, они будут говорить, я хочу пойти с тобой, не надо будет тебе уговаривать людей, привлекать, ой, там музыка, там это, там будет классно, там будут девочки, там будут мальчики, там будет это, понимаешь, как мы иногда, бывает же так, да, вы думаете, чтобы молодежь как-то завлечь или что-то такое, там, о, можешь познакомиться там с кем-то или что-то такое, такое тоже бывает, я был, может быть, не в нашей церкви, но я был в церквях, где как-то так звали и приглашали, что там молодежь, общение такое, святое, знаешь, там, чай побьем, это потом, не знаю, но на самом деле это очень серьезно, это очень серьезно познание и разумение святого, что он хочет в твоей жизни, как он хочет прославиться в твоем сердце, как он хочет явить себя людям и быть полезным для других людей, это очень важно, и вы знаете, к этому месту есть другое место, это книга-притч, 24 глава, давайте вместе откроем, книга-притч, 24 глава, книга-притч и 24 глава с 30 стиха я зачитываю, проходил я мимо поля человека ленивого, и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась, и посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный, послушай, церковь, здесь Библия говорит, что видел я человека ленивого, и мимо виноградника, человека скудоумного, скудоумного, это человека, значит, не имеющего ума, кого Библия сегодня называет человеком скудоумным, те, которые говорят, что нету Бога, люди отвергающие Бога, люди не хотящие принимать, что есть Господь, и такая же история, как мы до этого читали, тоже виноградник, и тоже терни, и тоже волчицы, так что же получается, зная Бога, быть может, когда-то, и понимая, что Бог имел для твоей жизни, ты это не воспринял всерьез, ты это не обратил и не воплотил в свою жизнь, пришла эта разруха, пришло это падение, пришла эта скорбь, о чем здесь говорит Библия, пришла бедность, пришло поражение, пришло унижение, пришло разочарование, это имеет духовный смысл, человек, который имел когда-то что-то и не позаботился, когда ему Господь дал ресурс, когда ему Господь дал возможность что-то сделать, и он этого не сделал, пришел враг, который разворовал, что дал Господь, украл, убил и погубил, и оставил все на посрамление, так это происходило с израильским народом, так это сегодня происходит и с Домом Божьим, и с Церковью, если мы сегодня как Церковь не ревнуем, я еще раз говорю, Церковь, о познании, о понимании, о разумении, то, что каждый, для каждого из нас Бог приготовил, мы останемся в поражении, в чем разница Ветхого Завета и Нового Завета, в Ветхом Завете Бог имеет отношение с народом, с целой нацией, в Новом Завете Бог имеет отношение с каждой личностью в отдельности, вы слышите меня, Церковь, с каждой личностью в отдельности, все, что говорит Бог в Ветхом Завете, ты сегодня можешь принимать как лично к себе и размышлять о том, что говорит Господь. Послушайте, великий апостол Павел, человек, который учился много в своей жизни, много жертвовал, чем в своей жизни, силом, временем, смирением, послушанием, ревностью до Бога, такой, что был готов горы переворачивать. однажды Он пришел к такому умозаключению, Он сказал, что Я все почитаю за счету для того, чтобы познавать моего Господа и силу Его воскресения. Послушайте, если мы сегодня как Церковь, как каждый из нас лично поймет в важность познания и разумения Святого Бога и искреннего хождения с Ним, поверь мне, автоматически все остальное оно встанет в твоей жизни на второй план. Все вещи, которые тебя сегодня тревожат, все то, что сегодня пытается занять престол твоего сердца, если это не Бог, поверь мне, это может в конце поразить тебя. Если твои мысли, твои желания, они не к Богу, что-то другое тебя сегодня беспокоит, что-то другое тебя сегодня тревожит, в конце это может разрушить твою жизнь. Послушай, сегодня есть возможность к Нему взывать искренне. Я еще раз повторяю, не в стенах этого здания, а когда мы находимся один на один с Ним на колени встаем. Быть может это 5 минут в твоем дне, быть может это 10-15 минут, но пусть это будет время, качественное время твоей молитвы и общения с Ним, и познания, и разумения Его, что Он хочет сделать в твоей жизни, что Он хочет сделать через твою жизнь, в жизнь других людей. Бог с искренним будет поступать искренне. И давайте вместе все зачитаем послание Колоссянам. Откройте, пожалуйста, книгу Нового Завета Колоссянам, первую главу. Я читаю с 9-го стиха. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию наследию святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царствие возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощению грехов. Аллилуйя! Аллилуйя! Здесь Павел молится о росте церкви, молится о том, чтобы церковь укреплялась, молится о том, чтобы церковь утверждалась, чтобы церковь приобретала силу от Бога через познание Бога, через приближение, через общение с Ним, через углубление, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Послушай, церковь, тебе и мне сегодня, нам всем, в каждом, вы помните, какой первый стих я сегодня зачитал, чтобы ты имел разумение во всем. Греческое слово все подразумевает все. Неважно, ты идешь на работу, ты встречаешься с друзьями, ты встречаешься с неверующими родственниками, ты в любой ситуации тебе нужно иметь разумение от Господа на этот момент, потому что поступая по-человечески, ты можешь поступить опрометчиво, ты можешь поступить неправильно, и это может быть роковой ошибкой в твоей жизни. На самом деле, то, что апостол Павел ставит во многих своих посланиях акцент понимания и разумения, послушайте, Слово Божье сегодня для нас это истина, это свет, это то, что сегодня нам помогает жить. Не понимая то, что ты сегодня читаешь, и не размышляя об этом, и не вопрошая Богу о том, что Он тебе сегодня говорит, это просто остается книгой, без духа и жизни, это просто остается буквой. Тебе нужно сегодня разумение от Господа, чтобы понимать, что тебе говорит сегодня Господь. Послушайте, Иисус есть путь к разумению Бога Отца. Это тот, перед которым ты сегодня можешь склонить колени и сказать, дорогой Иисус, я делал неправильные вещи, но я хочу сегодня уразуметь и понять, что есть воля Божия в моей жизни, что ты приготовил для меня, для чего ты меня спас, что ты хочешь, чтобы я сделал. Опять же, великий апостол Павел, пережив встречу с Богом, он понял, что единственный вопрос, который он должен задать, что повелишь мне делать, Господь, потому что это была настоящая встреча с Богом. Послушай, имея настоящую встречу с Богом, ты получишь это откровение от Бога, что ты должен делать, куда ты должен идти, и как ты должен трудиться, церковь. И еще хочу с вами вместе открыть, что мы должны делать в познании и разумении Господа. Это филиппийцам 4 глава. Откроем вместе, пожалуйста, церковь. Филиппийцы 4 глава. Я читаю с 8 стиха. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне то исполняйте и Бог мира будет с вами. Послушай, церковь, сегодня тебе говорит Слово Божье, чтобы ты исполнял эти вещи в своей жизни, чтобы ты практиковался в этих вещах. Я верю, что мы сегодня хотим знать, что хочет Бог в нашей жизни. Аминь, церковь. Мы хотим знать, куда нам двигаться и что делать в сегодняшнем дне, в завтрашнем дне, куда Господь, чтобы направлял и что бы ты делал. Библия говорит тебе, ты должен практиковаться в этих вещах, оставлять плохое, ненужные вещи, наседаться псалмами, о чистом, о добром, о вышнем, о горнем помышлять. И Бог будет говорить в твою жизнь, потому что я знаю, для верующего человека необходимо, чтобы ему говорил Бог в его жизнь. если Бог нам не говорит, мы как потерянный корабль, мы как лодка, которая в этом шторме, когда ученики начали паниковать и кричать, мы погибаем и умираем, и когда Иисус встал и успокоил, помните эту историю, если нету компаса этого, понимания и разумения от Бога, куда нам идти, куда нам двигаться, мы можем делать не то, что ожидает от нас Господь. И я хочу с вами еще одно место прочитать и будем молиться, церковь. Давайте вместе, пожалуйста, откроем Ефесянам первую главу. Послание к Ефесянам первая глава. Я читаю с 15-го стиха. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и какое безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства всякого имени, именуемого не только всем веки, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего всего во всем. Аллилуйя! Церковь. Апостол Павел преклонил колени и молится о том, чтобы Господь нам дал дух премудрости и откровения к познанию Его. Послушайте, само оно не приходит. Человек должен возревновать, человек должен воззапить, человек должен вопросить у Бога, человек должен воззвать к Спасителю. И Бог будет открывать глубины, Бог будет открывать сокровищницы, Бог написана полнота, вся полнота наполняющего всего церковь. Пусть Бог понемножку откроет нам и дает понимание о том, что Он сейчас говорит в этом слове, что все, что Он имеет, святые люди, которые сегодня признали и приняли Его в свое сердце, по-настоящему, искренне, те, которые отдали свою жизнь за Него, те, которые идут за Ним, надлежит великая слава, которую Сам Господь дарует для людей, для народа Своего. Это тайна, это то, что было сокрыто, это то, что ангелы не понимали, это то, что они пытались проникнуть и вникнуть, но Бог сегодня открывает сегодня для церкви, для народа, для верующих в Него, чтобы мы сегодня приняли эту силу, от Него Дух премудрости и откровения, чтобы мы начали разуметь, чтобы начали видеть духовными глазами, чтобы мы начали осизать, как когда-то ученики говорили, что апостол Иоанн пишет, то, что мы осизали, то, что мы видели, то, что мы к чему прикасались, слово, ставшее плотью, слушай, брат и сестра, ты сегодня, если хочешь прикасаться к Иисусу, и я хочу сегодня прикасаться к Иисусу, я хочу осизать, я хочу видеть, я хочу понимать, я хочу дышать, я хочу ходить им, я хочу разуметь его, я хочу быть с ним. Церковь, давайте встанем, Бог Святой, благословенный Иисус, я молюсь Тебе, Боже, сегодня, Господи, Боже, да, это Дух премудрости, да, это Дух откровения, Господь, к разумению, к пониманию, Господь, для чего Ты нас призвал, для чего Ты нас освободил, для чего Ты нас искупил, для чего Ты нам даровал новую жизнь, Господь, чтобы мы могли ходить в победе, Господь, чтобы мы, Господь, могли просто видеть славу Твою, Господь, чтобы мы могли чувствовать Тебя сердцем, чтобы мы могли, Господь, быть открытыми для Тебя, Господь, чтобы мы могли отдавать свою жизнь за людей, Господь, которых Ты определил, как Ты отдавал жизнь, Господь, чтобы мы не жили для себя, Господь, но чтобы мы жили для Тебя, для людей, Господь, чтобы мы по-настоящему следовали, не во тьме были, не вели, как слепой слепого, Господь, но чтобы этот свет был истинный в Тебе, чтобы он проявлялся в церкви Твоей, чтобы он был в доме Твоем, чтобы он был в наших семьях, чтобы он был в наших детях, чтобы он был в наших родных и близких, Господь, познание и разумение Господа, молю тебя чтобы ты уразумел молю тебя, чтобы ты уразумел и чтобы Бог тебе дал разумение во всем Господь, нам нужно разумение во всем на каждый день, на каждую ситуацию на каждое решение на каждый поступок, Господь мы хотим, Господь, видеть мы хотим уразуметь, мы хотим ходить мы хотим иметь Твои мысли мы хотим иметь Твои желания мы хотим иметь Твои цели Господь, мы не хотим жить для Тебя, мы хотим жить победоносной жизнью, мы хотим сегодня быть и называться истинной церковью, церковью, которая будет сильная, как полки со знаменами, церковь, которая будет иметь белые одежды, весон белый, который ожидает, чтобы эта церковь была, стояла во главе всех гор, чтобы к этой церкви стекали все племена и народы. Господь, потому что Ты помажешь свою церковь, потому что Ты будешь стоять во главе Твоей церкви, Господь, и всякое колено, всякий язык будет исповедовать и преклониться, Господь, никто не будет противиться и никто не устоит против Господа, грядущего во славе, и никакие силы тьмы, никакие силы зла, они не смогут сегодня повредить Тебе во имя Иисуса Христа, потому что сила от Господа, потому что помазание от Святого, потому что сила Духа Святого, она от живого Бога Отца, Аллилуйя, которого Иисус умолил нам послать. Ты уразумей сегодня, что Господь имеет для Тебя эту силу, эту сокровищницу, это помазание Духа Святого, Господь, пусть оно вновь и вновь, Господь, дает нам вспоминать, Господь, понимание, кто мы есть в Тебе, для чего Ты нас призвал. И кто мы, Господь, для Тебя? Господь Иисус, Бог Святой, Господь, мы нуждаемся в Тебе, Господь, церковь Твоя нуждается в Тебе, Иисус. Боже, обнови, Господь, в силах, обнови, Господь, в этом понимании, в этом познании Тебя, Господь, пусть придет огонь, огонь ревностей Духа Святого, Господь, пламенеть ради Тебя, просто жить ради Тебя, Господь, Иисус. Иисус, мы благословляем друг друга, мы благословляем Твое имя, Великий Царь, благословен Ты, Господь, среди всех племен и народов, Господь, Боже, потому что Ты один достоин, Боже, потому что нет подобного Тебе, Иисус. И никто не совершил того, что Ты сделал для человечества, Господь, лишь в Твоем имени есть спасение для людей. Слава Тебе, любящий Отец, ей, Господи, гряди, Боже, славный Царь, аллилуйя, слава Тебе, славим Тебя, превозносим Тебя, увеличаем Твое имя, достойный, достоин Агнец, Агнец достоин, Господь, всей чести, славы и хвалы, Великий, любящий, благословенный во веки веков, Отец, Сын и Дух Святой, и весь Божий народа скажет Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя. Если есть люди, кто хотел бы сегодня принять Иисуса, мы даем эту возможность. Если вы желаете сегодня принять Его спасение, вы можете прийти наперед, мы помолимся. Если нет, давайте помолимся. Может быть, вы смотрите нас через интернет, вы никогда не принимали Иисуса Христа. У вас есть прекрасная возможность совершить молитву покаяния вместе с нами. Повторяйте эти простые слова искренне от сердца. Вы говорите, Господь, дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за Иисуса. Я верю, Иисус умер за меня и воскрес, чтобы меня оправдать. Я прошу Тебя, Господь, прости меня все мои грехи и открывай мое сердце. И я приглашаю Тебя, Иисус, приди в мою жизнь. Стань моим Господом и личным спасителем. Запиши мое имя в книгу жизни. Дай мне познать Тебя, Твою волю святую. И служить Тебе всю мою жизнь. Во имя Иисуса прошу Тебя. Аминь. Аминь. Если вы в этой молитве молились первый раз, если вы новый человек и желаете узнать больше, вам нужно идти в церковь, где верят, вы откуда-то узнали информацию о том, что мы есть в интернете, поэтому дайте нам знать о вас, если вы не имеете возможности посещать служение. Если у вас есть такая церковь, идите в церковь, принимайте водное крещение, возрастайте в Господе, служите Ему, исполняйте Его святую волю, и вы будете благословенны. Аминь. Аминь. Благословения вам всем. С миром Божьим. Несите Божий свет и Божью любовь. У кого есть нужды, кто желает, чтобы помолились, вы можете прийти потом, мы помолимся. Благослови Господь. С Богом.